Зима еще не кончилась, а денег на вывозку снега уже нет. В администрации ищут средства, чтобы расчистить город. Нужно еще примерно 5 миллионов рублей. Признаются, то, что было заложено на контракты, заканчивается, а впереди еще как минимум март, да и город завален снегом с начала зимы. Жалобы на нерасчищенные тротуары и дороги, особенно второстепенные, этой зимой атаковали все социальные сети. И, судя по всему, лучше уже не будет. Один из трех городских полигонов, куда вывозят снег, выглядит так, как будто еще только начало зимы. Трактор разгоняет по огромной куче снег. За всю съемку на территорию заехал только один груженый КАМАЗ. В день из города выводится от 7 до 12 тысяч кубометров. Деньги вот-вот закончатся. Не то, чтобы не хватает. Нет, ну да, верно было сказано, что не хватает. Но хотелось бы, конечно, вывести и большего объема. Но в связи с дефицитом бюджетных средств пока такая цифра осталась. Не хватает примерно 5 миллионов рублей. В кубометрах снега это 50 тысяч. По словам главного дорожника, всего на эту зиму был предусмотрен вывоз 551 тысячи кубометров. Но, говорят, зима пришлась слишком снежная. Таких объемов не ожидали. Если деньги на вывоз снега найдут, чудо в Кирове не случится. Их хватит недели на 2-3. И то вывозить будут сначала с магистральных улиц. До второстепенных этой зимой техника, наверное, так и не дойдет. С тротуарами та же беда. Месить снежную кашу и ломать ноги, переползая через горы снега или карабкаясь по самодельным ступенькам, видимо, придется до весны. Вот это вот так мы ходим. Алексей Ишутинов говорит, что к некоторым подрядчикам, отвечающим за уборку тротуаров, у администрации есть вопросы. Про вопросы к власти от кировчан скромно умолчал. Говорит, проблемы были, но работа ведется. И зима нынче, повторюсь, снежная. И кировчане парковались где не надо, срывая графики подрядчиков. Одним словом, им всегда что-то мешало. То есть, он запланировал на себя, допустим, улицу, не знаю, там, труда Орловскую есть. Запланировал на один день. Помешал припаркованный транспорт, помешал, может, какой-то сбой в технике. Соответственно, график он перекладывается уже на другой день. То есть, он уже опаздывал. Соответственно, другие улицы они тоже переходят. Про сорванные графики – это ответ в адрес общественников. Они вместе с ГИБДД на днях устроили рейд по улицам, которые были заявлены в графике на уборку. Ни на одной из них техники так и не было. То есть, целая полоса. Вы можете увидеть, что, например, припаркованная автомашина, которая стоит, она фактически не мешает снегоуборке. Приди здесь. Рядом с ней как раз бордюрный камень имеется, очищен. То есть, проблемы никакой нету. Почему вывозка не ощущается, к сожалению, не знаем. Тротуарами обещали заняться в ближайшее время. Говорят, что вывезут не меньше 40 тысяч кубометров снега. Но будет это чуть позже. Примерно в середине марта. И если деньги на это еще останутся. Ксения Зиновьева, Александр Марченко. Информационный канал «Город». Ксения Зиновьева, Александр Марченко.